доброе время суток дамы и господа рад приветствовать вас на канале картина тиви вопросы и ответы и я ее автор и ведущий юрий тэнман сегодня мы с вами поговорим о том как настроить и подключить приставку дюна его приставка этот на сегодняшний день лучшая наверное в картине тиви она самая свежая современная и она совсем недавно вышла напомню у нас на дворе февраль месяц двадцать первого года и так как смотреть данный фильм некоторые рекомендации фильм этот рассчитан прежде всего для тех кто вообще никогда не подключал подобных приставок который не имел отношения не с року не с apple тиви и не представляет как это делается поэтому я постараюсь фильме рассказывать все доступным легким языком и крайне подробно для того чтобы облегчить просмотр тем кто что-то понимает знает имел опыт и неоднократно подключал подобные приставки я разбил наш фильм на определенные темы и эти темы обозначены в оглавлении которая находится ниже мало того для таких особых людей которые знают что делают и уже отлично понимает и им нужно все это в убыстренный и в более такой простой скорой форме я сделал отдельную нарезку из фильма и весь этот фильм будет разбит на части и выставлен по отдельным вопросам а с остальными я вам очень рекомендую те кто действительно никогда не подключил подобных приставок включить этот фильм от начала до конца и просто повторять за мной все что делаю я я абсолютно уверен что у нас все получится мы будем наслаждаться картиной тиви мы будем знать как она включается мы все подключим правильно верно у нас ничего не будет не залипать не зависать у нас все будет очень очень хорошо мы отправляемся в путь нас ждет час довольно увлекательного путешествия приятного вам просмотра давайте этот час проведем вместе мы начинаем и так упаковка сама по себе она нуждается в презентации потому что невероятно хороша в дизайне и прекрасно оформлена современно очень красиво приятно держать в руках но мы с вами естественно презентацию самой упаковки делать не будем просто заглянем внутрь здесь у нас есть телефоны сервисов наши контактные данные наши адреса электронной почты мы снимаем прогоночку и видим инструкцию инструкция нам не понадобится потому что сегодня с вами я юрий тэнман мы с вами достаем пульт и конечно достанем его из полиэтиленовой упаковочки и нам нужно вставить в него батарейки крышка снимается как на всех пультах мира она находится сзади пальцем сдвигается в сторону видите да поднимается и у нас есть место куда естественно укладывается две батарейки размер triple и три буковки а мы достаем саму приставку вот такая вот совершенно замечательная приставка имейте ввиду что дизайн у нее великолепный она небольшая в ладошку укладывается легко очень легкая очень приятная можно брать ее в любое путешествие что стоит ее бросить сумку или в чемодан приехал в гостиницу за несколько минут подключился и смотреть телевидение в любой точке мира как и говорит каждый раз наша реклама мы достаем кабель с блоком питания он нам тоже понадобится и вот они батарейки не нужно их покупать они вкладываются легко достаются из приставочки распаковывается мы имеем две батарейки сейчас мы их с вами уложим но чтобы нам не мешала коробочка давайте освободим ее полностью достанем шнур шнур мы с вами тоже достаем из пакета распечатываем снимаем снимаем крышечки это шнур hdmi шнур высокого качества подачи сигнала сегодня он используется чаще всего и это очень хороший шнур и конечно рекомендую всем его использовать у кого есть телевизор с подобным подключением мы сняли про он снимаем про он новые крышечки с него и он готов к тому чтобы его подключать но прежде поставим батарейки батарейки ставятся как и любые батарейки в мире плоской стороной на пружину ставите вот так вот и чуть-чуть надавливая вставляем ее на место то же самое делаем с другой стороны не пумпочкой а плоской стороной на пружину вставили прижали вложили и закрываем крышечку крышечка закрывается в самую в специальную дырочку там пазик есть и прижав продвигаем ее вперед крышка закрыта пульт готов к употреблению теперь подключим первый шнур шнур имеет выход в виде вход виде трапеции такой же выход находится на приставке обратите внимание другого нет по-другому просто не поставите мы вставляем шнур в приставку до упора частая ошибка которые делают люди вставили не до конца вроде бы он уперся и вроде бы все нормально но шнур до конца не вставлен есть зазор так вот для того чтобы вставить шнур до конца нужно силой воткнуть его в приставку до щелчка полного и когда зазора не остается вот теперь он вставлен правильно второй конец мы воткнем в телевизор пока отложили его в сторону теперь воткнем шнур электрический он имеет штекер вот с таким вот металлическим наконечником он вставляется в дырочки дырочки у нас на коробке 2 мы вставляем правую самую крайнюю перепутать невозможно там есть металлический маленький штырёк мы воткнули шнур приставка готова к употреблению пульт готов к употреблению мы можем продолжать значит дальше мы будем двигаться параллельно мы разделимся на две группы первая группа будет составлять люди у которых интернет находится рядом с телевизором вот тот ящичек черный бакс или белый который вам принесла интернетная компания он расположен где-то рядом и стоит у вас под телевизором в тумбочке за телевизором это одна история и здесь мы имеем возможность подключиться по шнуру и мы будем это делать остальные у которых интернет расположен где-то в другой комнате на чердаке в каком-то специальном шкафу они обладают вот такими вот модемами но они тоже у них точно такой же но он находится далеко у некоторых друзья мои стоит не один модем а стоит еще и роутер это старая система подключения и мы поговорим немножечко позже об этом когда я буду уже непосредственно вам говорить как что включить а пока просто имеете ввиду что вы обязательно должны обнаружить где-то посмотрите рядом у вас есть либо он рядом этот интернет бакс интернет ящичек либо он где-то у вас посмотрите по шкафам вам понадобится шнур cat5 для тех кто включается по шнуру это шнур не прилагается к приставкам его легко приобрести и чаще всего он продается либо легче всего купить на интернете и там стоит недорого либо чтобы не ждать можно подоехать в магазины которые по всему миру называется либо доллар 3 либо 99 центов либо все за евро то есть такие магазины по миру они существуют и там всегда можно приобрести вот такие шнуры я вот показал что они могут быть разноцветные и пожалуйста данном случае взял синий шнур для того чтобы нам было просто лучше видно он имеет вот такой вот наконечник не надо путать его вот с таким телефонным шнуром наконечники на котором будут уже они будут просто болтаться он не подойдет поэтому шнур должен быть именно cat5 он имеет такой специальный вот стопор вы вставляете его в приставку там гнездо обозначено таким образом что по-другому вы просто не вставите стопором кверху и до щелчка шнур щелкнул и зафиксировался теперь мы можем второй конец ставить внимание либо в модем еще раз вот так выглядят модем и обратите внимание гнезда у них расположены по разному либо вот так вот как здесь обозначена на желтой полосе и так большинство модемов наверно будет иметь их либо оранжевые либо желтые либо серые либо черные входы но 4 в ряд либо кубиком разбросанные как на последних модемах если у вас есть еще рядом вторая приставочка роутер то она как правило выглядит вот таким примерно образом и она с антенками теперь мы включаем по любому либо в модем либо в роутер в одной из четырех свободных гнезд теперь мы опять объединимся с теми кто подключается и по шнурам и по вайфаю и подключим телевизор к нашей приставке телевизор включается просто вот она типичная панель задняя панель телевизора обратите внимание что всегда будет один выход hdmi на боковой панели вот он и так же могут быть один два или даже три еще дополнительных выхода на задней включается просто по-другому опять же не включим и я вам очень советую запомнить номер в который вы включаетесь это нам поможет в будущем теперь мы подключаем электрический блок питания к розетке и если у нас система установилась правильное гнездо с телевизором все сочетнулось то мы должны увидеть вот такую заставку что делать если заставку вы не увидели вы включили телевизор и например увидели ваше местное телевидение или у вас появилась самая распространенная пожалуй надпись на экране телевизора в данном случае она гласит ноу-сигнал а самое главное что вы не видите нашей заставки что делать тогда тогда вы должны найти пульт от вашего телевизора лучше всего если он будет родным не тот что вам принесу а кабельная компания и который принадлежит приставке вашего кабельного местного телевидения а именно родной пульт пульты есть трех видов я их разделил на три группы первая группа это так называемые общие пульты это старые модели телевизоров относительно старые они конечно не совсем старая но это те телевизоры у которых пульты выглядит примерно вот так как я обозначил верхнем ряду это большинство телевизоров их имеет они всегда подписаны снизу именем вашей модели телевизора единственная модель которая не устанавливает имени на пульте это вижу и они ставят вот такой треугольничек если у вас простые телевизоры вот такие старые модели телевизоров с кнопками 1 2 3 4 5 тогда вы должны найти на пульте кнопку с изображением либо вот этих двух символов либо просто подписанные кнопки input source или тиви видео в зависимости от модели телевизора вы находите такую кнопку давить ее один раз и у вас должен появиться список в этом списке будет обозначены все входы которые у вас в телевизоре есть некоторые модели так устроены что они вам обозначат прежде всего сверху активные входы куда вот ноты шнуры они будут яркими другие будут неактивные вы просто не сможете к ним подойти их выбрать нас интересует выхода hdmi 1 2 3 или 4 в данном случае у меня вот здесь на этой картинке их 4 до в этом телевизоре на каком-то из них у нас сейчас подключено наше телевидение если мы сейчас видим что в данном случае у меня выбран hdmi 1 а сигнал не найден значит мы включились не в первое гнездо а во второе третье или четвертое вот это тот случай когда я вас просил запомнить цифру входа в который вы включаетесь если вы знаете ее вам не надо ничего искать и вы понимаете что телевизор у вас сейчас включен на третьем входу значит нужно с помощью стрелочек вверх вниз влево вправо на пульте внимание вашего телевизора перейти на hdmi 3 и нажать центральную кнопку она может называться ok enter или просто быть круглой большой кнопкой в центре вашего пульта вы давите на нее и соответственно увидите надписи на русском языке теперь самое главное если вы не запомнили этот номер тогда нужно проверить каждый из этих входов перейдите на hdmi 2 опять же нажав на нижнюю стрелочку или можете переходить во многих телевизорах это срабатывает дважды давите на кнопку input source или вот со значком она автоматически будет перепрыгивать единственное имейте ввиду что телевизор не успевает сразу найти сигнал ему нужно несколько секунд поэтому если вы перешли на следующий в данном случае вход hdmi 2 не торопитесь сразу перебегать на hdmi 3 подождите секунд 5 и убедитесь действительно ли не найден сигнал если сигнал найден вы должны обязательно увидеть надписи на русском языке вы поймете что вы соответственно находитесь в русской приставке то есть в нашей картина тиви наша приставка в данном случае на иностранных языках не разговаривает если у вас телевизор року и пульт у вас вот такой как сейчас обозначен на экране вы давите на пульте на я кнопку с изображением домика и у вас появляется вот такое меню здесь все очень просто вы уходите направо соответственно стрелочки вправо и у вас появляется возможность выбрать либо hdmi 1 либо hdmi 2 либо hdmi 3 и вы обнаружите нашу приставку если у вас телевизоры восьмого поколения и у вас пульт вот такой вот гнутый тогда нужно найти главную кнопку кнопку с изображением опять же домика вот она и вы надавив ее попадаете в главное меню управления на телевизоре здесь обнаруживается две полосы нижняя и над ней чуть-чуть сверху вам нужно выбрать нижнюю полосу колесом вверх вниз слева право и уйти налево до тех пор пока не увидите квадрат source в нем также будет стоять этот знакомый нам уже значок квадратик с входящей стрелочкой когда вы его выбираете у вас сверху высветится еще одна лента на которой появится кружки один всегда будет обозначать телевидение тв а дальше будут идти те гнезда которые у вас активны как правило это сделано так либо это будет квадраты либо это будут кружки уйдя наверх на пульте нажав на колесо вверх выходим на верхнюю полосу перемещаемся вправо на hdmi 1 вы надавите на центральную кнопку и опять же увидите надписи на русском языке внимание что делать если вы прошли все входы и hdmi 1 hdmi 3 или 4 или как в некоторых списках где нету надписи hdmi видео 1 2 3 4 5 6 но вы прошли все что можно а приставку нашу так и не обнаружили это крайне редкий случай внизу под этим фильмом стоит ссылка на ролик который так и называется что делать если приставка несовместима с телевизором загляните туда и там конкретный ответ на этот вопрос с остальными продолжаем мы все вот сейчас вернулись и подошли сюда вот к этому моменту и здесь мы опять разделимся потому что сейчас мы приступаем непосредственно к настройке приставки уже картины тиви и так те кто настраивается по шнуру мы возвращаемся к тому с чего мы с вами начали и мы с вами увидели вот такую вот надпись идет поиск пульта нажмите любую кнопку надпись понятная мы берем пульт уже от картины тиви он выглядит так как справа и давим любую кнопку на пульте система соответственно находит пульт и мы увидим галочку и кнопку окей мы давим enter вам будет предложена автоматическая настройка приставки соглашаемся с этим ничего не меняем просто давим кнопку enter приставка тут же приведет проверку интернета мы увидим несколько раз мелькнут на экране надписи окей окей интернет найден и приставка подключившись выведет вас вот на эту надпись онлайн обновление прошивки доступна новая версия здесь мы с вами остановимся и подождем тех кто подключается по воздуху тех кто подключается по вай фай мы с вами остановились на том что у вас появилась на экране надпись идет поиск пульта нажмите любую кнопку если вы еще не нажали то нажмите любую кнопку на пульте у вас появится галочка и кнопка окей вы давите на кнопку enter и система предложит вам настройку либо в ручном режиме либо в автоматическом у нас с вами по определению выбрана автоматическая мы ничего не меняем просто давим кнопку enter и поскольку поскольку не будет найден и распознан интернет приставкой потому что шнур у нас вами не подключен то по определению система предложит вам беспроводное подключение вот мы сейчас видим на экране белой рамочкой выбрано беспроводное вай фай естественно мы с вами соглашаемся с этим и опять же давим кнопку enter идет поиск возможных интернет источников и все интернет источники которые есть у вас в округе выскочит на экран отдельным списком и здесь вы увидите все раутеры которые есть у вас вокруг как правило поскольку поскольку вы в вашей квартире это будет где-то сверху 1 2 или 3 4 какой-то из них обязательно ваш если вы его знаете выберите его то что вот я сейчас и сделаю я выбрал свой но если вы вдруг не знаете ваше название вы его потеряли забыли не придали этому значения записали куда-то и не помните куда положили что делать тогда вы находите модем в отдельной приставке либо модем и роутер который находится у вас может быть в отдельном шкафу в другой комнате на втором этаже неважно вы находите обязательно вот выглядящие как то вот так либо модем либо вот так роутер они как правило с антенками но бывает и без на них всегда имеются специальные наклейки эти наклеечки могут быть сверху сбоку снизу сверху изучите ваш модем и вы найдете их и я специально красным подчеркнул для вас где найти имя сети и пароль обратите внимание нижняя этикетка которая у нас внизу у нее два названия интернета одинаковые а пароли разные дело в том что современные компании как правило могут давать не один интернет в дом а два один старого образца в 2 и 4 герца а другие в 5 герц так называемый знаменитый 5g так вот я не буду вдаваться в технические подробности чем они отличаются и скажу только о главном интернет 5g он бесспорно лучше он мощнее он устойчивее но у него есть один недостаток дело в том что он покрывает меньшее пространство у него радиус действия уже поэтому если интернет модом у вас находится где-то далеко в дальней комнате на другом этаже тогда может быть имеет смысл выбрать 2 и 4 по-любому выбрав один или другой их всегда легко поменять позднее но опять же это решение за вами я рекомендую 2 и 4 продолжаем обратите внимание что пароли могут быть очень длинные они могут состоять из буков знаков цифр и букв больших букв маленьких вы его либо перепишите либо перри фотографируйте делайте это очень внимательно в принципе это те шифровки которые штирлиц отправлял из берлина поэтому если вы что-то напутаете то прочитать их будет невозможно система их не воспримет поэтому переписали прошли туда где у вас приставка и где у вас телевизор у нас нашли мы я нашел свой вы сейчас найдете свой потому что вы переписали свое название интернета и вы нажмете на кнопку enter у вас появится окошко в которое можно завести пароль у нас прыгает маленькая палочка курсор она постоянно мигает на экране а сбоку вот здесь я обозначил красном обозначены цифры 1 2 3 это по определению если у вас пароль состоит только из цифр тогда вы просто заводите эти цифры нажимая на кнопки на пульте от 1 до 0 если вы вдруг ошиблись кнопкой и набрали не ту цифру то у вас по цифры 7 на пульте имеется кнопочка clear которая сотрет вам ненужную цифру не держите ее долго а то сотрете все поэтому просто быстрым движением сотрите исключительно последнюю неправильно если у вас пароль состоит из буков из маленьких или из больших тогда под цифрой 9 у вас есть кнопка которая называется select если вы сейчас нажмете на нее что делаю я вы увидите что у нас справа вместо цифр на экране появились маленькие буквы a b c это значит что сейчас режим у нас выбран маленьких букв если мы нажмем на нее еще раз у нас появится буквы заглавные а еще раз мы снова вернемся к цифрам если цифрами все понятно они обозначены на кнопках но обратите внимание что и буквы у вас также обозначены на кнопках мы выбираем режим букв и смотрим на кнопку 2 у нас там обозначены три буквы a b c они стоят как в алфавите a b c если мне сейчас нужна буква си она у нас стоит в этом ряду 3 и это значит что я должен кнопку с цифрой 2 нажать три раза 1 2 3 и у меня желтым обозначилась буква си и она отпечаталась на экране если мне сейчас нужна буква g то я набираю один раз потому что она у нас стоит в списке 1 и я набрал g отпустил руку и она отпечаталась на экране если мне нужна буква а она у нас в списке опять третье на кнопки с цифрой 6 и мы три раза быстрыми движениями раз два три вот такими вот движениями давим три раза раз два три мы отпустили руку у нас обозначена буква а таким образом мы вводим маленькие буквы если мне сейчас нужна цифра я меняю режим на цифры набирая например цифру 8 8 2 теперь мне нужна заглавная буква и я выбираю заглавные буквы видите теперь у меня справа стоят a b c заглавные и по тому же принципу я отбираю буквы например мне нужна заглавная буква зи и я давлю на цифру 9 четыре раза раз два три четыре и у меня заглавная буква зи отпечаталась на экране если мне нужны специальные знаки точки запятые скобки плюс минус знаки равно восклицательный знак или что-либо в этом духе тогда я в режиме маленьких букв я выбираю обратите внимание режим маленьких букв ABC справа я давлю цифру 1 на пульте и у меня появляются все возможные знаки стрелочками вверх вниз влево вправо я выбираю любой например мне нужен знак это я его выбираю мне нужен опять знак и опять давлю на цифру 1 и выбираю например знак проценты я выбрал знак проценты нажал на enter таким образом мы с вами вводим пароль я свой пароль view а теперь заведите пароль вы все эти символы которые стоят в вашем пароле завели отлично тогда мы с вами переходим кнопкой стрелочкой вниз которая находится под enter на кнопку ok и давим enter нам нужна автоматическая настройка она выбрана и мы давим enter если мы все с вами подобрали правильно то система нам про сигнализирует что у нас окей окей и мы с вами видим надпись доступна новая версия прошивки и вот здесь мы снова объединимся с теми кто настраивал приставку по шнуру теперь мы с вами будем двигаться вместе уже до конца нам нужно обновить нашу приставку мы давим кнопку enter и повторно второй раз давим enter на запустить обновление загрузка началась необходимо дождаться ее завершения и пока это вот ленточка плывет по экрану и цифры все возрастает и возрастают мы видим что у нас все работает и все записывается у меня есть несколько минут для того чтобы сказать вам какие-то важные моменты они крайне редкие но могут при настройках приставок произойти чтобы вы не паниковали и знали что делать вас предупредили на предыдущей странице если кто успел прочитать кому было любопытно но в принципе я вам скажу что приставку не следует отключать от сети вот именно в тот момент когда продолжается загрузка это не рекомендовано говорят что это плохо для приставки но у меня было пару раз когда вдруг неожиданно во время загрузки выключалось электричество вы знаете ничего страшного не происходит дают свет снова включаешь приставку обратно она подключается с этого же момента она вводит вас в настройки и вы просто повторяете загрузку бывает еще и два ряда ошибок которые происходят при загрузке файлов это связано в основном со скоростью или нестабильностью интернета если у вас не прошла загрузка на экране появится надпись ошибка и если у вас такая ошибка случилась тогда пожалуйста перейдите на следующий ролик который называется что делать если при загрузке обновлений произошел сбой он есть внизу по ссылке или на нашем канале зайдите и оттуда начните настраивать вашу приставку уже вместе со мной я вам покажу что делать дальше ну вот мы видим с вами что загрузка продолжается ленточка у нас все дальше и дальше двигается концу у каждого загрузка будет идти по своему по времени у кого-то быстрее у кого-то медленнее поэтому я рекомендую здесь если я вас к опередил нажмите на паузу дождитесь полной загрузки и когда у вас приставка будет перезапущена и вы увидите лого картины тиви на экране снимайте смело с паузы и мы с вами продолжим и вот началась обработка полученных приставкой файлов это тоже займет некоторое время я вновь немножко уйду вперед но вы нажмите на паузу и дождитесь пока загрузка у вас естественно полностью завершится впитает себя всю информацию и обратите внимание теперь у нас много уже совсем другое обновленное наше последнее лога прежде всего это говорит нам о том что загрузка прошла успешно обновление сделано но проверка сети опять прошла нормально обновление по логинам прошло прекрасно и мы с вами просматриваем наш рекламный ролик вы уже можете убрать громкость если она вам слишком большая у вас на пульте есть кнопочки в плюс в минус уберите потиже чтобы это было все и нам наконец предложено завести наш абонемент и пароль картины теле это подключение доступна круглосуточная служба технической поддержки номер телефона вашей стране можно узнать на сайте картина .тв приятного просмотра здесь вы открываете почту которую вы получили непосредственно от картины теле письмо которое должно было прийти к вам на почтовый ящик и она называется на русском языке ваши данные для доступа к сервису картина теле или на бумаге которую вам дали при приобретении приставки в наших офисах или те данные которые вы получили от вашего дилера если вы стараетесь настроить приставку самостоятельно они он вам ее настраивать у нас с вами прыгает курсор теперь в окошке с надписью абонемент сейчас нам не нужны смены режимов потому что обводить мы с вами будем исключительно цифры внимание абонемент состоит из восьми цифр пароль из шести с цифрами абонемента очень просто мы их видим на экране и мы заводим в данном случае я их и завожу один три четыре один ноль четыре четыре два обратите внимание что здесь очень просто ошибиться практически невозможно цифры видны но теперь нам надо вести пароль и мы для этого переходим вниз нажав на стрелочку вниз под кнопкой enter и у нас курсор запрыгал палочка в обведенном белой рамкой окошке пароль и здесь мы будем заводить пароль шесть цифр внимание чаще всего люди ошибаются именно здесь для того чтобы завести пароль правильно не нужно заводить цифры подряд все вместе не вводите их так как мы заводили в абонементе 1 3 4 1 0 4 4 2 так не получится вы обязательно ошибетесь для того чтобы завести цифры правильно вам надо заводить их по одной потому что здесь цифры вы видеть не будете вы будете видеть звездочки поэтому ошибиться довольно просто я завожу первую цифру допустим цифру 2 и у меня появилась звездочка я убедился в том что у меня одна звездочка выскочила на экран они две и что вообще она выскочила я ее учел и я давлю на следующую цифру например цифру 3 у меня появилась вторая звездочка и так звездочка за звездочкой я проверяя и сверяясь с экраном крайне внимательно завожу все цифры когда я их завел я делаю последнюю проверку я считаю все звездочки их должно быть 6 штук я посмотрел у меня 6 звездочек я в этом убедился и только после этого я ухожу вниз под кнопкой enter на нижнюю стрелочку на кнопку ok и после этого я давлю enter если я ввел пароль правильно и он действительный я увижу вот такую картину я попал непосредственно в настройки картины тиви друзья мои я не могу здесь отвечать сто процентно за европу или за азию я вам говорю то что мы сейчас имеем в соединенных штатах но скорее всего это срабатывает всюду мой огромный опыт работы в картины тиви из всех этих четырех параметров которые есть сейчас на экране предложенных мне я думаю что наиболее правильным является первый вот на моем опыте с моим опытом он работает пожалуй лучше всего сейчас у нас с вами по определению выбран второй где написано дэш и видите у меня после дэш в скобочке стоит звездочка так вот я не стану оставлять дэш а я перейду наверх кнопкой вверх над enter и выберу самую верхнюю строку и нажму enter и сейчас у меня звездочка перепрыгнула на верх я выбираю этот параметр в сервисе в картине тиви из германии довольно часто мне от наших инструкторов технического отдела которые великолепно знают приставки они в европе предпочитают чаще всего ставить hls но в любом случае вы должны знать что параметры вы всегда можете поменять и если у вас будет что-то не так вы заметите это работать то это всегда можно изменить но по определению я бы оставил http выберите верхнюю строку это мой дилерский совет вы можете им воспользоваться или нет но либо http либо hls это два самых популярных параметра мы выбрали http у нас звездочка выставлена там же и мы с вами идем вниз кнопкой вниз под enter и выбираем кнопку ok мы ее выбрали и опять давим кнопку enter мы попадаем на следующую строку и здесь вы должны посмотреть где вы находитесь я в соединенных штатах и у меня автоматически видите я переместился наверх на первую строку где у меня стоит сервер вещания и у меня выбрана по стоку поскольку я в штатах и я на восточном побережье то у меня соответственно выбрана east coast если мне нужно другое побережье или если мне нужна европа или если мне нужна азия я могу легко это поменять как я давлю на кнопку enter выбрав строку и уисей исткост в данном случае у меня появляется выбор посмотрите географически где вы находитесь если вы в европе выберите европу подберите ближайшие до вас сервер вещей автоматически я ставить не рекомендую я опять же останавливаюсь на юисей исткост давлю enter сейчас он у меня получается выбранным и я выбираю следующий параметр битрейт вещание мы с вами не трогаем оставляем так как есть стандарт не советую его трогать а вот время буферизации 3 секунды я бы поменял я не буду входить в технические подробности зачем это делается и для чего но мой же опять опыт довольно долгие работы картине тиви подсказывает что лучше всего ставить либо 5 секунд либо 8 я чаще всего ставлю 8 секунд но если вы знаете что у вас великолепный интернет в доме прекрасная скорость то вы можете поставить и 5 это тоже всегда можно изменить пристроив приставку уже непосредственно к вашей квартире то есть к вашему интернету лично но пока мы с вами выставим среднее все-таки давайте 5 как это сделать точно так же мы выбрали 3 секунды в белую рамочку нажали на enter и выбрали 5 секунд вниз и нажали на enter параметр установлен теперь задержка вещания здесь обратить внимание каким каналам вы отдаете предпочтение если вы больше смотрите украинские каналы выставляете по киеву армянские каналы выставляете по еревану в данном случае мы выставляем по москве у меня разница сейчас москвой 8 часов они 7 поэтому опять же выбрав семерку в белую рамочку я давлю на enter выбираю цифры 8 и давлю enter у меня установился параметр 8 часов не забывайте когда меняются часы в регионах и в странах где производится смена то не забывайте поменять часы и здесь вы переводите на руках но здесь надо сменить иначе у вас двинется программа передач мы уходим вниз на окей и давим кнопку enter настройка в принципе практически закончена но мы вернемся обратно в настройки лево-право перемещает нас по квадратам вот сейчас я перемещаюсь вправо и по одному квадратику бегаю по кругу если я пойду налево я буду делать то же самое и так же буду перемещаться по одному квадрату мне нужно найти квадрат шестеренками он называется настройки я выставил его в центр экрана он у меня обведен тонкой белой рамочкой он мне нужен и я давлю кнопку enter я попадаю в настройки мы видим тоже квадраты у меня выбран первый квадрат и я давлю на enter мы попадаем в режим общих настроек здесь есть язык интерфейса если вы говорите лучше по-русски и предпочитаете русский язык оставьте его если вам нужен украинский или армянский вы можете выбрать его здесь есть все языки это не значит что у вас будет переведены передачи на этот язык конечно никакого дубляжа не появится и не появится даже титров на передачах но управление вы можете поменять поскольку поскольку мне по-русски легче я оставляю русский язык но вы можете здесь легко поменять язык дальше у вас часовой пояс установлен самой приставкой автоматически с вашего интернета но это может произойти не всегда и обязательно проверьте вот сейчас у меня справа стоят сверху часы где написано 19 37 14 февраля убедитесь в том что это время точно соответствует тому где вы сейчас находитесь если время отстает или наоборот убегает на час или на два вы можете легко выбрать следующую строку и нажав на enter убедиться в том чтобы время было подогнано правильно здесь все часовые пояса разбиты от минуса до плюса меня правильно все стоит я ничего не трогаю экранная заставка по определению выключены это хорошо а вот скрывать дополнительные настройки стоит да мы с вами выбираем эту надпись давим на enter и выбираем нет вниз уходим выбрали нет под кнопкой enter на нижнюю стрелочку нажав и давим enter у меня теперь появилась скрывать дополнительные настройки нет я сделал эту часть настроек теперь мне нужно вернуться на один шаг назад в те квадраты которые бы с вами видели кнопка обратного хода у вас находится под кнопкой enter слева это кругленькая стрелочка с левой стороны и мы давим на нее попадаем опять на квадрат общие теперь мы с вами идем в квадрат картина тв давим enter и попадаем вот сюда убедитесь том что ваш абонемент действует правильно сверху над рамочкой у вас стоит точная дата окончания вашего абонемента 15 февраля 21 года вижу я немцы педанты мы все это знаем поэтому абонемент работает точно до минуты 17 часов 55 минут обратите внимание что абонемент продается на триста шестьдесят пять дней независимости от того это год высокосный или нет если феврале 29 дней то это значит что один день пропадет но это справедливо так легче компании ввести финансовый отчет триста шестьдесят пять дней год и это правильно стандарты выставлены все выставлено что нам здесь следует поменять мы идем в самую нижнюю строку дополнительные настройки выбираем ее давим enter и здесь мы видим два показателя телетека и расширенная программа передач друзья мои вы можете оставить их так как есть сейчас потому что я о них расскажу тогда когда мы с вами будем учиться пользоваться непосредственно приставкой сейчас оставим так как и здесь но идем в надпись и изменить родительский код мы с вами давим enter и у нас выскакивают три окошка текущий код новый код и подтверждение в текущий код мы с вами заводим 6 цифр внимание нашего пароля те цифры которые мы с вами очень внимательно заводили звездочками не 8 цифр абонемента а 6 цифр пароля поэтому мы сейчас с вами их заводим опять же не торопитесь делаем это крайне внимательно мы их завели мы с вами убедились в том что цифры набраны правильно мы с вами выбираем новый код пускай это будет 286 запомните этот код и не говорите его никогда детям раскрою маленький секрет в пакете картина тиви есть специальные каналы исключительно для взрослых и чтобы наши дети туда не попали вы заводите специальный пароль который знаете естественно только вы поэтому заведите выберите для себя удобный сделать тот который будет вам комфортен я не буду говорить какие ну допустим вот мы их завели эти же цифры мы заводим подтверждение вниз уходим подтверждаем эти же три цифры и уходим на кнопку применить давим enter у нас идет применение изменений и мы попадаем опять вот сюда у нас опять выбрана изменить мы уже все поменяли поэтому теперь мы с вами идем кнопку закрыть и мы с вами давим кнопку enter сейчас мы с вами здесь завершили все настройки и снова возвращаемся круглой стрелочкой под кнопкой enter мы давим на нее эта кнопка возврата return и мы попадаем опять в квадраты теперь мы с вами выбираем еще один квадрат который называется дополнительно уходим вниз и выбираем соответственно влево его мы нажали на enter и у нас появились снова квадраты и здесь мы идем в вниз на квадрат прочий давим enter и видим квадрат управление питанием идем вправо на него выбрали его в белую рамочку нажали на enter здесь у нас таймер сна выставлен по определению как 120 минут это говорит о том что если вы смотрите фильм который идет больше чем два часа или футбольный матч с дополнительным временем в какой-то момент приставка начнет ругаться и говорить о том что вы пульт не трогайте давно и я сейчас выключить конечно это неприятно поэтому мы идем вниз выбираем эту строку таймер сна 120 минут давим enter и выбираем нижнюю строку 5 часов после этого вы давите снова enter у нас выставлено 5 часов мы кнопкой return возвращаемся в квадраты и этой же кнопкой можно смело перейти в главное наше меню я надавлю еще раз видите еще раз еще раз и пока не увижу что я вернулся к большому квадрату настройки все настройки картины тиви завершены теперь нам стоит просто настроить видео теки и сами каналы мы с вами идем в квадрат который называется картина т.в. мы видим что он обведен белой тоненькой рамочкой и мы соответственно давим кнопку enter идет подключение загрузка данных нужно совсем немножко подождать и у нас появится вот такие картинки цветные их много и некоторые из них тоже требуют специальной настройки мы с вами выбираем первый квадрат с надписью старт видеотека мы давим enter ждем пока приставка подключится к видеотеке старт и нам предложены два профиля профиль ребенка или профиль по умолчанию если вы устанавливаете эту приставку для детской комнаты и вы знаете что на ней будет смотреться в основном мультифильмы и детские передачи установите профиль ребенка но если вы ставите ее для всей семьи или для себя то поставьте вниз перейдите на профиль по умолчанию и нажмите enter как мы с вами увидели картинки как ими пользоваться я объясню потом этот параметр у нас настроен теперь мы кнопкой return опять же круглой стрелочкой слева под enter вернемся опять в квадраты цветные и настроим все следующие видеотеки они работают все на одном принципе и поэтому настроив одну вы настраиваете все я ушел вниз на видеотеку у мегога не буду пока объяснять что это за видеотека поговорим когда будем учиться а пока просто выбрали ее и нажмем на enter у нас квадраты они нас сейчас даже пока не волнует мы пока их не изучаем у нас выбран первый квадрат называется последний и мы нажмем на него enter мы нажали мы видим картиночки маленькие слева и видим справа большую картинку меня это не устраивает потому что слишком маленькие левые картинки плохо видно поэтому для того чтобы поменять у вас на пульте есть кнопочка с маленькими цветными точечками обратите внимание между буквами в минус и пи минус на пульте маленькие цветные точки красная синяя зеленая желтая вы давите на нее и выбираете у вас выбор направлений налево направо вверх вниз вы прямо видите как нарисован в данном случае ваш пульт серое управление со стрелками и нам надо уйти вверх на красную а мы нажимаем на нее у нас изменилась картинка но она меня тоже не устраивает потому что справа исчезла большая картинка поэтому я опять давлю на эту кнопку с цветными точками и опять ухожу наверх в направлении красной буквы и у меня все стали маленькими но опять исчезла большая картинка меня тоже не устраивает Поэтому я опять давлю на цветные кнопочки и опять ухожу наверх на кнопку A. И вот эта картинка меня устраивает. У меня приличного размера. Слева картинки большие и справа тоже большая. Настройка завершена. Поэтому я кнопкой Return, опять же круглой стрелочкой, под кнопкой Enter возвращаюсь один раз. И надавив на нее еще раз, возвращаюсь непосредственно к цветным картинкам. Теперь я выбираю самый верхний левый квадрат. Лево, право, вверх, вниз. Видите, я могу перемещаться вниз, могу перемещаться вправо, могу перемещаться вверх, влево. Как я хочу, вот опять вниз, так я и перемещаюсь. У меня вокруг Enter есть стрелки вверх, вниз, влево, вправо. Я ухожу влево и вверх, выбираю все каналы, давлю, соответственно, кнопку Enter. У меня появились логотипы наших каналов, Россия, НТВ. Они знакомы, РЕН-ТВ, Планета и тому подобное. И я, наконец, давлю кнопку Enter, выбрав по определению самый верхний квадрат, левый, Россия HD. Идет подключение, и телевидение у меня заработало. Все, друзья мои, приставка настроена на телевидение. Остается последнее. Это настроить YouTube. Он у нас тоже есть в нашей приставке. Для того, чтобы сменить режим телевидения на режим входа в YouTube, я нажму вторую по важности кнопку на пульте с изображением домика. Она находится под Enter справа. Я давлю на домик, и я опять попадаю в главное меню, где мы с вами уже и были. Обратите внимание, что мы видим здесь много разных квадратов. Картина ТВ таит в себе много интересных сюрпризов. Я долго думал, рассказывать обо всех или нет. И понял, что я не хочу отбирать честно заработанный хлеб у нашей технической службы в Германии, которая великолепно работает 24 часа в сутки, 365 дней в году на русском языке. И со всех сторон мира она работает абсолютно бесплатно. Поэтому звоните ей, если хотите узнать что-то большее, они вам расскажут. Или еще второй очень хороший ход. Обратитесь к нашим представителям, то есть к нашим дилерам. Они с удовольствием помогут вам разобраться во всех тонкостях приставки Evo. Но сейчас мы с вами выберем квадрат YouTube с красным квадратом и со стрелочкой. Мы давим с вами Enter, и идет загрузка. Он у нас загружается и устанавливается. Подождем, пока это произойдет. Это занимает совсем немного времени. Вот прошла ленточка по экрану внизу. И даем ли мы разрешение на отсеивание какой-либо рекламы. Я здесь советую выбрать да. Мы выберем да, нажмем да, мы дадим такое разрешение. Теперь мы с вами попадаем на главную страницу YouTube. Друзья мои, вот так она выглядит. Как ей пользоваться я научу тоже, когда будем в следующем ролике учиться пользоваться приставкой. И для этого мы с вами перейдем в следующий ролик. Сейчас мы с вами вернемся туда, где мы с вами были в наше телевидение. Нажмем на кнопку с изображением домика. Мы с вами опять увидим главное меню. Перейдем налево в квадрат картина ТВ и нажмем Enter. У нас по определению будет выбран квадратик с надписью все каналы. Мы опять нажмем на Enter. У нас по определению будет выбран канал Россия HD. И мы опять нажмем на Enter. Телевидение заработало. И вот именно отсюда начнется обучение в следующем ролике. Спасибо вам за то, что вы были со мной. Надеюсь, что эта информация была для вас полезной. И я действительно смог помочь вам полностью и правильно установить картину ТВ. Посещайте нас. Заходите к нам. Ответы на любые вопросы по картине ТВ. Вы всегда найдете на нашем сайте «Картина ТВ. Вопросы и ответы» с Юрием и Виктором Тенманом. До новых встреч. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok